Шел в магазин, вечером вернулись с мамой. Поняли, что надо тесто. Я ее уговорил, чтобы я сходил. Вечером пошел, возле магазина собака подбежала, хотел руки в карман положить, а укусила за палец. Порычала на меня и убежала в гараже. И скорее всего собака была бездомной, говорит мальчик. Слишком уж вид у нее был неухоженный и озлобленный. Но, к счастью, отделался малым. В травпункте назначили шесть уколов от бешенства. Все по-мужски стойко вытерпел, но от самого укуса до сих пор не отошел. Меня вообще ничто не могло успокоить. Никакое успокоительное. Я теперь боюсь их. И таких случаев, говорят, в травпункте при детско-девятой поликлинике, к слову, единственном в городе до пяти в день. Остальные травмы – плачевные последствия катания на самокатах и велосипедах. Многочисленные раны, повреждения, связанные опять-таки с падениями на асфальт. Переломы более тяжелые, сочетанные переломы, более сложные переломы, которые нуждаются в стационарном лечении. Укусы клещей тоже к нам идут. В день до 30 человек с клещами приходят. А иногда и простая человеческая торопливость тоже может привести в травпункт. Я торопилась в школу, поэтому с лестницы быстро побежала и ушибла ногу, получается. Вот так. Причину, от чего опухла нога, помогает определить рентген. Пару минут спустя врач уже ставит диагноз. Вот лодыжка вот здесь болит у нее. Вот здесь. Ну, никаких ни переломов, ни смещений, ничего. Связки потянуло. А этим девочкам в бассейне не позавидуешь. Они пережили перелом позвоночника. Теперь нужно восстанавливаться. Для наиболее тяжелых случаев при травматологии есть кабинеты ЛФК. В детской поликлинике стараются идти в ногу со временем и делать труд врача проще, а выздоровление пациента быстрым и эффективным. Все оснастили и перевели в другое помещение гипсовое. Теперь у нас есть все для того, чтобы ребенку было комфортно. Именно и кондиционер. Для того, чтобы во время отсутствия воды висел, висит у нас водонагреватель, чтобы мы поставили гипсо-структуры определенные, где собирается гипс, чтобы не сосорялись трубы. Мы закупили новый гипсовый стол и так далее. Во Всемирный день травматолога специалисты еще раз напоминают юным горожанам. Даже, казалось бы, при незначительной боли после падения лучше обратиться к доктору. И ни в коем случае не скрывать от взрослых того, что избытываешь боль. А ведь такие случаи были и не раз. Соня Сопрыкина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.